Всем доброе утро! Бывший узник Освенцима ищет родственников с помощью социальных сетей. 73-летний Минахим Боднер потерял своего брата-близнеца 68 лет назад при освобождении из концлагеря. А брать ему известно лишь одно, номер А7734. Сейчас задача господина Боднера организовать как можно больше перепостов этого сообщения. Сам он говорит так. Я теперь словно вирус, моя просьба помочь в поисках брата передается от человека к человеку, так как это происходит с вирусами. Теперь любая фотография этого мужчины набирает тысячи лайков от восторженных женщин со всего мира. Поэт, актер и фотограф из Дубая Амар Баркан Альгала прославился после истории с изгнанием за необычную красоту. Правда или нет, но в апреле СМИ сообщили, что троих мужчин из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали с культурного фестиваля в Саудовской Аравии. Местная полиция нравов заявила, что они слишком красивы и женщины могут в них влюбиться. Пользователи НЕТа бросились искать эти роковые лица, а Альгала как раз опубликовал в соцсетях свою фотографию и ссылку на новость. Но все и решили, что он один из трех. Теперь фейсбук дубайского поэта пестрит портретными снимками, и каждая женщина может лично решить, опасна для ее сердца такая мужская красота или нет. Американская команда Пентатоникс записала капелла своеобразную историю музыки. За четыре минуты ролик позволяет проследить, как менялись музыкальные ритмы и жанры от 11 века до наших дней. Пользователи оценили идею. Меньше чем за месяц видео на ютубе посмотрело больше 8 миллионов человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это была интернет-пробежка. Хороших новостей. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok